Пока пустырь по-прежнему остается мертвой зоной в самом центре оживленного района. Строительный и бытовой мусор скрываются под снегом, а овраг осыпается и становится глубже. Представить эту территорию ухоженной пока очень трудно. Несмотря на все усилия общественников, субботники и запрет завозить мусор на точку. А во время зимы место и вовсе превратилось в сплошной ледник. Жители рассказывают, что каждое утро наблюдают картину того, как приезжают грузовые машины и сбрасывают сюда тонны снега. Люди боятся, что весной здесь начнется просто нереальный потоп и грязь. А также обеспокоены тем, что реагент, который содержится в этом снегу, ведь привозят его почти со всего города, скоро окажется в том водоеме. На этом видео момент сброса снега. То, что туда сейчас вывозят, это действительно незаконно. Загрязненный снег, он же тоже как бы четвертого класса опасности, он нефтепродуктами и реагентами. Верхний слой плодородной почвы, он уже уничтожен. Опасен такой снег и для местного водоема в Овраге. Участники инициативной группы говорят, что там есть подземные родники, которые, возможно, являются началом реки Пивоварка. Уточнили у сотрудников РГО, что это не просто вода, а выход именно воды, выход грунтовых вод. Решаем вопросы о включении этих водоемов в реестр водных объектов. Если там действительно находятся истоки реки Пивоварка, то это подземные воды, это все уйдет. Засыпать, то есть мы не имеем права, то есть это действительно нужно облагораживать. Все предприятия, которые окружают какие-то ливневые истоки, это все нужно уводить от этой территории. А загрязнение водных объектов по законодательству не разрешено. К слову, примечательным это место оказалось и с точки зрения фауны. Об этом, кстати, нам рассказал случайный прохожий. Тут и птиц полно всяких. Соловьи, воракушки, горлицы прилетают. Ну, орнитологи знают. Щурки живут в обрывах. И такая зеленая зона, причем она такая естественная. Вот она уже сама тут есть. С таким природным багажом и ландшафтом пустырь пока не поздно можно возродить и создать оазис прямо в черте города, добавляют эксперты. К тому пример история парка Изумрудный. Из некогда погибающей и запущенной территории смогли сделать притягательное для горожан место. А все благодаря запросу самих людей. К тому же сейчас существует множество программ по озеленению города. Это отличный шанс обратить внимание властей на судьбу пустыря. Такая территория может быть включена в перечень объектов для голосования в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Я думаю, что если это будет сделано, то, соответственно, не будет проблем с победой на этом конкурсе, потому что слишком много людей заинтересовано по появлению здесь парка. И мощный запрос общественности на создание парка действительно есть. Инициативная группа создает паблики, где каждый может принять участие в обсуждении, высказать мнение о том, что хочет видеть на месте пустыря. Как подчеркивают горожане, точка хоть и капризная, затратная в плане обустройства, но перспективная экономически. Благодаря удобному месторасположению она может стать выгодной и для местных ТЦ, и для продавцов недвижимости. Ведь парковая зона лишь привлечет больше наплыв посетителей и улучшит облик района. Мария Мацава, Александр Антропов. День с толком.